Достойной альтернативой прогулкам по горам может стать и интересная выставка. Любители искусства красивого письма могут посетить шестую международную экспозицию каллиграфии в Москве. Почерки разных стран пытался прочитать и наш корреспондент Анатолий Воронов. Арабица, латиница, иероглифы и кириллица. На 10 дней в Москве собралась вся мировая элита в области изысканного письма. Среди участников есть даже официальный каллиграф Ее Величества Королевы Великобритании Елизаветы II. Говорит, у него что ни работа, то песня. В этой рукописной книге текст музыкального произведения композитора 17 века. Я был вдохновлен этой музыкой и визуально в тексте я пытался выразить свои впечатления. Здесь хвастаются не только красивым почерком, но и геральдикой. Оформлять герб кому попало не доверят, поэтому работа каллиграфа всегда считалась одной из самых почетных. Сегодня в ходу все больше эмблемы и логотипы. На пятки профессионалам наступают технари с графическими редакторами и планшетами. Возможно, поэтому с каждым годом посетителей выставки становится все больше. Каллиграф много три. Три часа. В зале проходят мастер-классы. Специалисты не только раскрывают секреты того, как написать одну и ту же букву тысячами разных способов, но и рассказывают про влияние письма на человеческую эволюцию. Оказывается, по почерку можно определить не только характер человека, но и пол, возраст, образование и даже рост автора рукописи. Десятки тысяч лет человек начинал рисовать на скалах какие-то рисунки, потом появилась клинопись, потом дальше больше появились алфавиты. И вот все это время наш мозг формировался, эволюционировал. И сейчас вот на этом периоде введения цифровых технологий мы теряем этот вот навык. Ну вот задумайтесь. В век высоких технологий каллиграфам приходится особенно тяжело. Конкурировать с принтерами и сохранить традиции под гнетом копировальных машин не удел мастеров элитарного жанра. Но не стоит забывать, что шрифты, которые мы используем на компьютерах, создают эти же специалисты. Анатолий Воронов, Игорь Бекренев, МИР24. Анатолий Воронов, Игорь Бекренев, МИР24.